всем привет ничего нового я сегодня не расскажу расскажу только о старом напомню о том что вы можете поддержать канал очень простым действием прочитав под каждым роликом коротенькую инструкцию как же это сделать заранее спасибо и спасибо всем тем кто уже поддержал ну а старым старая вот она что это такое да совершенно верно это island пластинка группы king crimson это вкладочка а вот и сама пластиночка вот и сама пластиночка islands острова 1971 год и могу сказать что на данный момент времени это наверное любимый мой альбом king crimson если говорить о раннем периоде группы конечно до до пластинки red наверное это самый самый любимый альбом потому что в нем есть все в нем есть и там мощь этот классицизм не побоюсь этого слова первого второго альбомов третье мне вообще не нравится простите уж вот и в нем есть заход во фри джаз который мы услышали на следующих двух пластинках которые вышли после islands но про тяжелый рок рэда я говорить не буду потому что я про него уже говорил обо всем остальном еще все впереди хотя первый второй альбом the wake of poseidon 2 и the code of the crimson king уже тоже записаны ролики есть в плейлистах можете ознакомиться с ними но islands самый таинственный альбом самый к сожалению по непонятным причинам самый редко упоминаемый ну если читать всякие обзоры если общаться с людьми которые фанатеют от king crimson или не фанатеют а просто любят и слушают king crimson про islands говорят почему-то меньше всего хотя я повторюсь на мой взгляд это безусловный шедевр и если бы фрип не записал ничего кроме альбома islands он бы остался в истории музыки 20 века безусловно может быть он не был бы таким известным как нынче после записи огромного количества материала включая его сольные пластинки включая его работу с другими музыкантами и также и сольные king crimson в разных видах но это конечно грандиозная грандиозная работа по не люблю это слово работа как выскочила фу прямо меня даже перекосило всего я не знаю когда я читаю вот это вот вот это это на это гру это работа группы так это вот это вот это пошлятина такая из из советской прессы прямо меня воротит от этого совершенно пошли ничего придумать нельзя относительно рок-музыки так вот айванс 71 год бесконечная смена состава хотя всего четвертый альбом по счету мы бесконечная смена состава все время фрип что-то менял все время музыканты уходили но после первого альбома он вообще сказал что он распускает группу и все это все это все это не то но не распустил слава богу хотя народ совершенно новый здесь играет разве штуки типит пианист который как бы сессионный музыкант но уже работал с king crimson замечательный музыкант у него очень хорошие сольные пластинки я про это говорил уже неоднократно где-то раньше не помню в какой связи кейт типит про какие-то типита я расскажу отдельно еще и покажу его сольные пластинки паулина лукас здесь поет робин миллер играет на габои марк черик на карнете гарри миллер на контрабасе но это как бы приглашенные музыканты основной состав мэл коллинз флейта басовая флейта саксофон вокал босс баррел бас-гитара лидирующий вокал ян волос драмс петер симфилд слова последний альбом в котором симфилд написал тексты песен ну и роберт фрип безусловно конечно гитара мелотрон физ гармония и разные всяческие эффекты на мелотроне очень много здесь на играл фрип очень здорово пластинка единственная наверное у king crimson концептуальная странствия героя по жизни ну не буквализируется здесь странствия куда там пошел герой с чем столкнулся стрессы по жизни потому что это поэзия это образы это метафоры это все-все-все вот такое который подходит к любому случаю к любому столкновению героя с женщинами там с природой из бушу бушующим океаном который является частью природы да со своими собственными мыслями со своими противоречиями и и так далее так далее но что касается музыки по крайней мере на тот момент времени лучшего ничего записано по моему группы king crimson не было но первый альбом конечно конечно все любят все помнят in the cold crimson king да вот это вот вот этот как я уже сказал классицизм от рок-музыки ядерная пи первая вещь собственно говоря заглавная да как и за главный твентифилл центре эскизу и дмэн заглавные уже там уже уже пошел в king crimson я совсем все это любят да вот этот рок вот эта тяжесть вот этот пафос грандиоз нет там все очень красиво все очень здорово мне все очень нравится но не зря критики сравнивали первый альбом king crimson с классинками муди блюз потому что все в общем в ту сторону все похоже все достаточно несмотря на авангардные и сложные соло фри по на такие уходы в предавангардный джаз такие вот сложности все равно структура она достаточно понятна и достаточно традиционно и параллели с муди блюз здесь они настолько очевидны что даже и рассуждать об этом бессмысленно достаточно послушать там два-три альбома муди блюз того времени и первым king crimson там все так это укладывается вполне ну другой вокал другая подача друг другу другая энергия другая динамика но структура вся туда-сюда в отличие от вот этого альбом что касается второго третьего альбомов там тоже самое все происходит просто с вариациями на вот это абсолютно симфоническое произведение абсолютно цельная таких цельных альбомов у king crimson не было это единственный абсолютно от начала от первой ноты до последней выстроен как единое повествование как едино как одна песня практически из нескольких частей хотя абсолютно разные конечно вещи formentera lady forment formentera lady formentera это остров такой formentera lady контрабас со смычком типа виолончель но контрабас как контрабасовый звук все равно контрабасовый контрабасовый все равно слышно что это контрабас играется смычком подключается фортепиано кита типита авангардная подключается флейта мэла коллинза авангардная но очень мелодично очень все очень все в гармонии все очень красиво сравнивают с классической музыкой все это дело сравнивают с дебюси с другими композиторами ну сравнить можно бесконечно главное что это очень красиво и очень необычно и очень или совсем не рок совсем не рок эта пластинка я бы не назвал рок музыкой вообще хотя формально это дорог барабаны бас все это дело все играется босс баррел кстати не умел играть на бас-гитаре фрип его обучил игре на бас-гитаре и здесь он дебютировал в качестве басиста и басистом стал очень хорошим уже здесь уже на этом альбоме прекрасно сыграл на бас-гитаре ну а потом bad company все мы знаем где босс баррел играл на сгитаре бугер-рок очень здорово играл очень очень хороший басист стал а приглашен был в качестве вокалиста и поет блестяще и даже странно почему же в bad company поет пол роджерс а не босс баррел прекрасно поет на самом деле приглашен в качестве настоящего вокалиста фрип афри придирчивый в king crimson пробовались ведь разные люди в king crimson пробовал селтон джон в свое время был забракован в king crimson пробовался если мне память не изменяет брайан ферри был забракован фрип а босс баррел пришелся по сердцу так вот это форментера лэйди смычковый контрабас фортепиано флейта божественный голос боза баррел божественный нежный тонкий лирический такой у него лирическая по лирическая подача хорошая партия очень потом пошел ритм пошли ударные пошел бас вокальная партия меняется и тихонечко-тихонечко структура вырастает 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 и к финалу уже фрип дает аккордовые дела с саксофоном саксофон там раньше включается уже и в общем такое развитие очень интересно длинная песня но завораживающее и обещающее продолжение продолжение sailor's tale instrumental некоторые люди считают что это самое лучшее соло роберта фриппа на гитаре за всю его историю я не скажу что это самое лучшее соло но она потрясающе аккордовое соло невероятная работа правой руки так и и и и и умопомрачительные конечно аккордовые построения смена аккордов и и все это не ради смена ради смены аккордов и не скорость ради скорости а эта музыка это прекрасная музыка который передает состояние передает вот эти самые силы sailor's tale рассказы моряка о том какой ужас он испытал в бушующем океане и мы видим этот самый бушующий океан в игре в игре фриппа на гитаре вот этот вот этот кошмар просто наваливающиеся на тебя волны ужас и потом гитару сменяет мелатрон грандиозный не не с такими ля-ля-ля темпроме как в первом альбоме как в андекотвор кимсон кинг то такой симфонизм а страшный страшный звук мелатроны чудовищными с саксофоном жуткий и гитара уходит немножко в сторону потом опять возвращается и финал просто какой-то кошмар кошмарный the letters последняя песня на первой стороне об измене о поиске себя о том кто прав кто не прав начинается все тоже хорошо потом как врубается мелатрон с саксофоном из гитары так и вырубает тебя вместе со всем происходящим вырубает и слава богу первая сторона заканчивается потому что можно вырубиться совсем после этой песни слава богу это я утрирую хочется слушать продолжение уж больно мощно все здесь случилось на первой стороне и неожиданно и концептуально и по нему понимаешь что это единое произведение что это глава за главой открывается вот это вот вот это вот книга замечательная написанная в звуке робертом фриппу ladies on the road открывает вторую сторону блюзовая такая штучка блюзовая но злобная ироничная и звительная опять-таки с адским саксофоном мэла коллинза с гитарой ну все со всеми со всеми играют здесь фрип дает поиграть всем и кейт типит здесь не просто так приглашенный музыкант а на нем очень много чего здесь лежит на его фортепьяно очень то есть я бы назвал типита здесь полноценным членом группы никаким не приглашенным музыкантом машин здесь столько столько на его фортепьяно держится что просто половина звука наверное всего хотя трудно сказать потому что и мелатрон и гитара и босс баррел чудесно играет на бас-гитаре ритмично недаром потом в bad company пошел потому что ритм в бас-гитаре у него очень очень точно очень крутой симфоническое произведение прелюдия четырехминутное чисто симфоническое полотно прямо сравнивают его с вивальди с музыкой вивальди я бы не стал сравнивать с вивальди это другая музыка но она столь же красивая как и вивальди и заглавная песня айландс вселенская печаль но красивая не изматывающая не депрессивная а печаль человека который стремился к покою стремился остаться в одиночестве и остался как остров в океане но человек не может быть один человек не может быть островом ян андерсон джетратал кстати целый альбом посвятил этим размышлением человек не может быть один и остров это не для человека человек это материковое существо и вот эта печаль человека оказавшегося островом она в этой песне и прослеживается песня очень красивая и завершает водружает корону на голову группы в этом альбоме islands еще раз повторюсь что пластинка шедевральная 71 год king crimson сравнить ее не с чем она просто является просто штучный товар она одна такая другого ничего похожего нет пошел пить пока